В чем смысл платных дорог для Казани? Казань, как все большинство российских городов, построен по средневековому принципу. То, о чем мечтали наши предшественники, то, о чем мы долгие годы мечтали. Обосновано ли делать их здесь платными, на ваш взгляд? Давайте сейчас везде сделаем все платное. Это все дороги сделаны за наши с вами деньги. Сколько это будет стоить? Адекватная цена проезда – это бесплатно. Здравствуйте! Это программа «Актуальный разговор». Меня зовут Дарья Петрова. Тема нашей беседы сегодня – нужны ли Татарстану платные дороги? В Казани хотят построить две платные магистрали. Предполагается, что заплатить придется за проезд по второму этапу Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7, а также за дублер улиц Мира и Азина, ведущих в Дербышке. Стоимость строительства оценивается в 50 миллиардов рублей. Но так ли нужны столицы и республики платные дороги? Какие у этого решения есть преимущества? Какие подводные камни? Прямо сейчас будем разбираться с экспертом в нашей программе. А разобраться в этой теме нам поможет председатель правления объединения перевозчиков города Казани Владислав Борисович Абрамов. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что пришли. Нужны ли Татарстану платные дороги? Спрашивали мы вас в нашем опросе сегодня. Наводите камеру смартфона на QR-код в углу экрана и голосуйте. А кроме того, делитесь своими мнениями в прямом эфире по номерам 511-9966 для Казани и 8800-532-55 бесплатный номер для регионов. Ну что, в Татарстане, в частности в Казани, хотят у нас построить две платные дороги. И стоимость, как мы уже озвучили, в 50 миллиардов рублей предварительно оценивается. Вот расскажите, пожалуйста, в чем смысл платных дорог для Казани? То есть это разгрузка трафика каких-то основных магистралей? Или цель в том, чтобы окупить само строительство так необходимых нам дорог? Ну, этот вопрос я бы хотел разделить на два, собственно. Первый, это значит половина. Это нужны ли нам дополнительные дороги? И второй, можно ли за эти дороги брать плату? То есть, ну, Казань, как все большинство российских городов, построен по средневековому принципу. Как есть центр принятия решений, как сейчас модно говорить, да, и вот эти лучевые дороги, которые ведут на выход в город. Как правило, утром весь транспортный поток идет в центр, вечером из города. И образуются вот точки где-то узкие, где образуются заторы эти. Это уже стало нашей обыденностью. Вот, то есть разгрузить эти дороги надо обязательно. То есть для этого надо построить новые дороги. Я вот не специалист в этой области, я не скажу, надо ли строить там 2-3 там больших каких-то дороги, либо десятки сделать маленьких. Но то, что разгрузить эти дороги надо, это точно. И вторая часть этого вопроса, надо ли брать плату за эти деньги. Мой однозначный ответ, что никакую плату брать за это не надо. Дороги должны быть бесплатны по определению. Интересное у вас мнение. Я предлагаю в качестве иллюстрации посмотреть сейчас небольшой фрагмент репортажа на эту тему. Давайте посмотрим, послушаем и обязательно с вами обсудим впоследствии. Работа на участке, который может стать первой городской платной дорогой в Татарстане, идет полным ходом. Масштабы стройки впечатляют по три полосы в каждом направлении. По задумке властей Казани, именно Вознесенский тракт должен разгрузить Мамадышский, ежедневно стоящий в пробках. В ежедневном режиме 400 строителей и 120 единиц техники приближают нашу мечту к реализации. То, о чем мечтали наши предшественники, то, о чем мы долгие годы мечтали. Едва ли казанцы мечтали о платной дороге длиной 8 километров. То, что участок от проспекта Победы до трассы М7, возможно, не будет бесплатным, стало известно сегодня. Выяснилось, что у республики не нашлось достаточно средств на строительство дороги. И тут на помощь пришла госкорпорация Дом РФ, которая готова предоставить 9 миллиардов облигациями. А вот отдавать долги, по-видимому, будут казанские автомобилисты. Ничего хорошего в этом не вижу. Говорить не буду, но ничего хорошего. Давайте сейчас везде сделаем все платное. Если там откроется, наверное, и Мамадышка разгрузится маленько. А так вообще все дороги должны быть бесплатные. Первый участок Вознесенского тракта длиной 2,5 километра от улицы Гвардейской до проспекта Победы будет бесплатным. А вот чтобы проехать от проспекта Победы до федеральной трассы М7, нужно заплатить. Ну вот давайте сейчас немножко мы посмотрим на эту карту, на те участки, которые планируют у нас сделать платными. Я еще раз отмечу, что это пока проект только лишь, то есть точных пока нет у нас никаких данных. Но вот тем не менее вот такова карта. Скажите мне, пожалуйста, неужели действительно, ну то, что они нужны, эти дороги здесь, это абсолютно точно да, мы как бы это даже не обсуждается. Но вот обосновано ли делать их здесь платными, на ваш взгляд? Нет, ну во-первых, надо вообще отходить от этой парадигмы, что бесплатные дороги. Бесплатные дороги, кто нам, инопланетяне прилетели, сделают что ли? Эти все деньги, это все дороги сделаны за наши с вами деньги. То есть мы государству делегировали обязанность построить нам дороги. За это мы платим налоги. То есть можно посчитать, сколько раз мы собираем налоги. Самый главный вот этот акциз, который в каждом литре топлива там 8-9 рублей где-то порядка. И собирается порядка 1 триллиона рублей только с акцизов. Вот каждый раз, когда мы, например, в кассу за бензин отдаем 1000 рублей, 200 рублей сразу идет на строительство дорог. То есть потом у нас есть такой налог, транспортный налог, да, это уже местный налог. Там тоже с каждой единицы, особенно грузовая техника, там очень большие суммы, да. Поэтому дороги бесплатными не бывают. Опять же тот пресловутый Платон, который тоже нам обещает, что нам опять отстроить дороги. И опять нам не хватает, опять нам не на что строить деньги, опять ищем какие-то частные деньги. Ну сейчас, наверное, главный вопрос, который беспокоит автомобилистов, это сколько это будет стоить. То есть если какие-то условные там 50 рублей люди еще, может быть, готовы будут заплатить. Ну и то не факт, конечно. Но вот на ваш взгляд, какова может быть адекватная цена проезда в этом случае? Может быть, у нас есть какие-то в России другие дороги подобного типа, где как-то пятицентр? Ну, мое глубокое убеждение, что адекватная цена проезда – это бесплатно. По опыту других городов, например, возьмем город Санкт-Петербург. Там вот эта платная первая городская дорога, это ЗСД, западный скоростной диаметр. Там тоже, значит, берутся плату, и там с юга на север, чтобы проехать в Санкт-Петербург, на легковой машине 400 рублей где-то, около 400 рублей. Это вот, например, если на работу едешь 400 рублей туда, 400 назад. Подумаешь. И там нет никаких альтернатив бесплатных. А по закону они ведь должны быть. По закону должны, да, на земле их нет. Но там стоимость этих ЗСД была оправдана, потому что она вся дорога идет по эстакадам, по берегу Балтийского моря, над заводами, над застройкой идет. То есть, ну, эстакады. То есть, стоимость строительства дорогая. И, я как уже сказал, там нет альтернативы. Альтернатива – это либо 80 километров в одну сторону объезжаешь, либо 120 и объезжаешь в другую. – Ну, вот эта плата, она же, по сути, направлена на то, чтобы окупить вот это дорогостоящее строительство. Вот сколько лет это будет окупаться? – Теперь же давайте вернемся к Москве. Москва, ну, более богатый город, и люди там более богатые. Помните, сколько вот, когда Химкинский лес там разрушали, да, вот начинали трассу М-12 строить там до Зеленограда, да, там от Москвы до Зеленограда, первый участок дороги. Сейчас его опять индексировали, тоже было 350 рублей, сейчас 400 рублей стало. Но дорога пустая. То есть, по факту она пустая. Ни о какой там окупаемости этой дороге, но речи не идет. Просто и напрягается, что здесь опять какие-то частные деньги, частные консессионеры, да. Вот, я вот ответственно заявляю, что никакие частные деньги в дорожное строительство в нашей стране не пойдут. Это потому, что это низкорентабельный, очень долго окупаемый, и окупаемость сомнительна. Поэтому это деньги не консессионеров, это деньги, взятые в государственном банке, под государственные гарантии. Ну, то есть, как сказать, опять государство ответит, а появляется какая-то ненужная структура, которая будет паразитировать на этих дорогах. Ну, все-таки сколько лет, на ваш взгляд, нужно, чтобы окупилось? Это 10, 50? А давайте посчитаем, вот сколько там они задекларировали там сумму, да, 50 миллиардов, да, 50 миллиардов. Но сделано, условно, возьмем 100 рублей цена проезда, 100 рублей в одну сторону, 100 рублей в другую сторону, да. 50 миллиардов делим на 100 рублей, получается 500 миллионов, то есть 500 миллионов автомобилей там должно проехать, чтобы окупить вот дорогу. За какое время это проедет? Ну, я так думаю, это никогда не проедет, при нашей жизни точно не проедет. Столько. И 100 рублей, причем это цена запредельная, люди не поедут, я вот уверен. Даже за 100? Я уверен, что не поедут. А давайте, ну, давайте дальше порадовываемся. 100 рублей туда, 100 рублей сюда, 200 рублей. Раз 25 в месяц надо съездить, например, да, там на работу, потом в выходные куда-то съездить, да, по делам. Это получается 5 тысяч, 5 тысяч с одной автомобиля, с одного автомобиля, да, и сейчас в семье 2-3 автомобиля, то есть это 10-15 тысяч из семейного бюджета. Ну, это, я думаю, уже много. И вот по опыту, опять же, Москвы, эти дороги пустые, а рядом вот это Ленинградское шоссе, например. Забитое. Забитое, битком, люди стоят, и никто туда не едет. Ну, вот здесь формально, в принципе, у нас соблюдены вот эти вот законные акты, которые предписывают, чтобы обязательно была дорога дублер, да, пусть там на ней разрешенную скорость меньше, пусть дорожное полотно хуже, но тем не менее, вот здесь мы видим, это Мамадышский тракт, и вот в данном случае, где улица Мира, вот, пожалуйста. Давайте вот про Вознесенский тракт еще раз скажем, да. Вот опять же, из открытых источников там сказали, что в строительство, многоэтажное строительство будет направлено 3300 гектаров земли, в которой осью этих микрорайонов является вот этот как раз Вознесенский тракт. 3300 гектаров, это два Новосавиновских района, то есть сколько там людей будет жить, а у этих людей уже не будет никакой бесплатной альтернативы, то есть они вынуждены ездить будут по этой дороге. А подскажите, есть ли в данном случае какая-то возможность, ну, проехаться условно зайцем, ну, какие-то, может быть, лазейки, ну, понятно, что незаконно все это, что за это грозит, и, ну, вообще, есть ли такая возможность, существует ли? Ну, возможность такая всегда существует, конечно, это грозит, кто оператор этой дороги будет, будут и изыскивать вот эти все такие места, будут ловить, штрафовать людей, но кто-то и штраф платить не будет, у нас же и такие есть, что и не платят, просто и все. Ну, правильно ли я понимаю, что здесь главный камень у нас преткновения в том, что вот если к более-менее междугородним трассам все привыкли, ну, вроде бы как это даже очень даже удобно, да, ты едешь там по 200 скорость, заплатил какие-то деньги, вот, например, от Москвы до Питера, где-то до 2000 рублей, например, условно, за легковой автомобиль, то есть преимущество есть, но вот именно камень преткновения в том, что это внутри города. Да, вот этот участок дороги платной, сейчас сказали, сколько-то, 8 километров, да, 8 километров, там будет многоэтажное строительство, то есть каждому дому должен был съезд, подъезд, и все их надо перекрыть, то есть что там будет стоять, турникеты будут стоять, либо датчики какие-то там, что там автомобилистам надо привезти, транспортеры покупать, куда ложишь деньги, которые потом списываются, либо турникеты будут стоять там, которые будут по одной машине пропускать, там, ну, это непонятно. И, на мой взгляд, денег будет собираться ровно столько, чтобы только платить зарплату оператору системы, то есть система создана сама для себя, никакого положительного эффекта от нее не будет, ну, только кто-то обогатится, вот, лично. Ну, вообще, в целом, вот, карта дорог у нас платных России не так уж у нас и много, да, то есть в основном они затрагивают основные магистрали, это Москва, Питер, Тверь, какие-то крупные города, в общем-то, и все на этом? Нет, ну, да, самый главный, вот, трасса, вот, первый трасса, это М4 Дон, это с Москвы на юг, и вот, М11, это на Питер. М4 Дон, там альтернативы нет, там все едут, платят каждый участок, снимаются какие-то платы, причем они чередуются, платные участки с бесплатными участками, вот, и количество платных, оно добавляется всегда. На Питер, вот, вся дорога платная, то есть там это, ну, в прошлом году увеличили в 4 раза, вот, то есть я на грузовой машине ездил, когда мне было выгодно, 800 рублей была цена для грузового автомобиля, сейчас они в 4 раза в прошлом году увеличивали, и просто весь поток опять пошел на бесплатные дороги. Альтернативы у нас есть какие-то платным дорогам, чтобы и в то же время и дороги были построены, и, ну, платить не нужно было. Ну, то есть, откуда мы будем брать деньги, да, на строительство этих дорог? Ну, вот, например, да, вот, возьмем, опять же, Казань, Воснесенский тракт. Вот, у нас, помните, вот, когда сколько там, лет 10 назад начались вот этот, парковки, говорят, что эти деньги будут собираться, консолидироваться, и как-то будем строить дороги, там, инфраструктуру развивать. Сначала это только был центр Казани, потом разрослось, разрослось, и сейчас вот эти метастазы уже пошли в спальные районы. То есть, удивляешься, что вчера тут был бесплатный, сегодня уже платный. Вот куда исчезают эти деньги? Просто в бюджет куда-то они пропадают, там, как в бездонной бочке, либо куда-то направляются, ну, целевые деньги. Я думаю, вот это. Потом с камер штрафы вот эти, опять же, да, штрафы тоже там, наверное, там, ну, миллиарды, я думаю, там это собирается. Что потом? Транспортный налог, это тоже самое, да? То есть, это республиканские деньги, но, я думаю, с Казанью они поделятся, как со столицей. Ну, и опять же, акцизы. Акцизы, ну, и, по-моему, собирает там федеральный центр. Я думаю, тоже они, ну, раскошелятся в случае такой необходимости. Ну, вот в этой связи, конечно, интересным становится опыт других стран. Вы даже предоставили нам интересное видео, где рассказываете о платных дорогах в Америке. Давайте сейчас его посмотрим и прокомментируем. Мы едем по Калифорнии, вот 580-я дорога. Это вот к вопросу о пресловутых платных дорогах американских. Вот табло, 275, чудо 1,25, но вся дорога бесплатная. Платная только левая полоса, самая левая. То есть в муковинное время это даже не актуально, это плата, а только когда пробки. Хочешь объехать пробку, едь за деньги. Ну, вот как в этом случае фиксируется оплата? Мне интересно, потому что водитель же может просто объехать эту пробку по платному участку и обратно свернуть. Да, но там стоят эти датчики, которые фиксируют это, и по номеру автомобиля. Также потом штраф приходит. Да, штраф приходит. Там, как правило, у человека есть транспортер, он тоже там лежат какие-то деньги. И когда проезжаешь по платному участку, у тебя в автоматическом режиме снимается это. Ну, по сути, это то же самое, как и наша автобусная полоса, да? То есть ты, в принципе, можешь на нее свернуть, объехать свою пробку, но просто приготовься потом заплатить. Да, да, да. Ну, тут вменяемые деньги, вот там же было на столбе вот это обозначение, там вот 75 центов за милю, что ли, с легкового автомобиля. Ну, если ты очень торопишься, заплати. Вот. Ну, все деньги построены, там на государственные деньги построены все эти дороги. Все дороги бесплатные. Платных очень мало. Вот какой-то европейский опыт может быть применим к нашей стране, учитывая наши особенности территориальные, погодные? Ну, европейский опыт, да. Ну, давайте смотреть. Европейские дороги, да. Мы вот опять берем пример с карликовых стран Европы, да. На самом деле Россия ведь великая страна, да, занимает половину Евразии. И нам вот эти платные дороги, они же будут разделять регионы. То есть ездить движение людей, товаров, грузов, оно будет затруднено. То есть мы таким образом можем потерять и крайний север, и дальний восток. Мы должны, бесплатные дороги, должны строить больше дорог, чтобы люди могли передвигаться, чтобы развивались такие вот какие-то отдаленные регионы нашей страны. А введение платы, это, ну, ведет к обогащению каких-то отдельных там финансовых структур, я считаю. Как к вопросу с Платоном, да. Когда хозяин Платона стал долларом-миллиардером, ну, десятки тысяч людей потеряли работу. И, ну, а денег какого-то глобального строительства, как нам обещал министр транспорта Максим Юрьевич Соколов, мы, ну, не заметили. Все в рабочем режиме как бы идет, и все. Ну, возвращаясь к нашей, да, к Казани, к Татарстану, вот все-таки я хочу еще раз обратить внимание, что у нас как будто бы выходы, то есть вот эта формальная возможность проехаться по дороге к дублеру в принципе есть. Ну, то есть не заплатить, а бесплатно проехать. Ну, вот в принципе же мешай, стой просто в пробке. Да, для чего строилось? Чтобы нам разгрузить эту дорогу. Если вот этот поток, который здесь был, вот по Мамадышскому тракту, его разделить на две части, да, то свободно машины проедут. Если мы создадим плату, то есть поток там останется. То есть единицы будут ездить, куда-то опаздываешь, в аэропорт, например, ты уж пленешь на все, поедешь, да. Ну, а так, я думаю, как было, так и будет. Просто мы создадим вот эту дорогу, как мы ее будем, как у нас реклама показывает, что вот у нас есть, а практического применения она не будет иметь. Давайте подведем мы с вами результаты нашего опроса. Я напомню, что еще перед началом программы в нашей официальной группе ВКонтакте Татарстан24 мы запускали опрос, в нем спрашивали, у вас, уважаемые телезрители, нужны ли, по вашему мнению, Татарстану платные дороги. Вот такие у нас результаты сегодня. Я за, качество покрытия лучше, скорость выше, 5% у нас отвечают так. Я против, и так, за все приходится платить 68% большинство. И приемлемо только для трасс. Городские дороги должны быть бесплатными. Четверть запрошенных нас считает вот так вот. На ваш взгляд, все-таки, если вот мы опираемся, например, на третий вариант ответа, что приемлемо это только для трасс. Для трасс могут быть платы введены? Нет, ну может быть, как бесплатная, то есть есть бесплатная альтернатива. И это заблуждение, на самом деле, что платные дороги лучше, а бесплатные могут быть и хуже. Они строятся по одним и тем же ГОСТам. Все дороги должны быть хорошие, то есть приемлемого качества. И платные, и бесплатные. Потому что строятся по одним нормативам они. Говорят, там освещение лучше, покрытие. Ну, не знаю. На Питер дорогу уже требуют ремонта, например. Там еще, по большому счету, большого потока там еще и не было. Уже требуют ремонта. Да, такая у нас природа, такие погодные условия. Ну, как вы думаете, что все-таки, на самом деле, было бы выгоднее для казанской агломерации? Это вот платная или бесплатная дорога? Ну, я понимаю, что по ходу вашей риторики, что, конечно же, вы за бесплатные выступаете исключительно. Но если вот говорить о нуждах города все-таки. Только бесплатные дороги. Вот администрирование этого побора будет вот как раз столько, сколько они будут денег собирать. Все. Ни о какой окупаемости дороги речи не идет. Вообще даже вот это. Ну, я хочу напомнить, что это, конечно, только пока проект, безусловно. Вот у нас есть ответ от Минтранса республики. Соглашение направлено на взаимодействие в рамках реализации пилотного инвестиционного проекта. Создание платного дуплера, обхода поселка Дербышки-Казань и строительство платной автомобильной дороги у Визнесенского тракта «Второй этап». То есть пока что мы, конечно, напоминаем, что это пилотный проект. Как знать, примут ли его? Спасибо вам за эту интересную и полезную беседу. Это была программа «Актуальный разговор». И сегодня мы обсуждали нужды для Торстана платные дороги. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин